Одной из тем постоянных дискуссий является урегулирование армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Россия является сопредседателем Минской группы ОВСЕ, которая имеет мандат на посредничество. Должен отметить, что на протяжении более 25 лет Нагорный Карабах и другие 7 территорий районов Азербайджана находятся под армянской оккупацией. Нагорный Карабах – сконная азербайджанская земля. В советское время была создана Нагорно-Карабахская автономная область. Должен сказать, что в связи с конфликтом существует достаточно широкий разброс мнений, зачастую неотражающий реалии. Так вот, для того, чтобы нести ясность, должен сказать, что в 1921 году решение Кавбюро было дословно оставить Нагорный Карабах в составе Азербайджана, а не передать, как это зачастую интерпретирует армянская сторона. До начала конфликта в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР проживало азербайджанское и армянское население в пропорции 25 на 75%. В результате конфликта все азербайджанское население из Нагорного Карабаха, а также из семи других районов Азербайджана было изгнано. Иными словами, была проведена этническая чистка, и на сегодняшний день на оккупированных территориях азербайджанского населения нет. И оккупированные территории, большая их часть – это выжженная, разрушенная земля, разрушенные дома, школы, общественные здания. В результате конфликта Азербайджан столкнулся с гуманитарной катастрофой. Более 700 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и других оккупированных территорий Азербайджана, плюс 250 азербайджанцев, которые были изгнаны со своих исторических земель на территории современной Армении. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, в том числе резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий. Более 25 лет они не выполняются. И тут мы подходим к важному вопросу – имплементации принятых решений. Совет Безопасности ООН – высший международный орган. Если в течение более 25 лет решения, принятые Советом Безопасности, не выполняются, то это вызывает очень много вопросов об эффективности этой организации. Нас в Азербайджане беспокоит выборочный характер реализации имплементации резолюции. Иной раз они выполняются в течение дней, иной раз они вообще не требуются для проведения определенных военных действий. В нашем же случае резолюции остаются на бумаге. Решение Нагорно-Карабахского армяно-азербайджанского конфликта должно быть в рамках территориальной целостности Азербайджана, принятой всем миром, принятой принятой решений. Совет Безопасности ООН – высший международный орган. Если в течение более 25 лет решения, принятые Советом Безопасности, не выполняются, то это вызывает очень много вопросов об эффективности этой организации. Нас в Азербайджане беспокоит выборочный характер реализации имплементации резолюции. Иной раз они выполняются в течение дней, иной раз они вообще не требуются для проведения определенных военных действий. В нашем же случае резолюции остаются на бумаге. Решение Нагорно-Карабахского армяно-азербайджанского конфликта должно быть в рамках территориальной целостности Азербайджана, принятой всем миром, Устава ООН, Резолюции Совета Безопасности ООН и Хельсинского заключительного акта. Должен сказать, что в последнее время премьер-министр Армении часто говорит, что решение конфликта должно быть приемлемо народу Азербайджана, народу Армении и народу Нагорного Карабаха. Так вот, должен сказать, что понятия народу Нагорного Карабаха не существует. Есть население Нагорного Карабаха, которое до конфликта состояло из азербайджанского и армянского населения, обладающего равными правами. Что касается того, какое решение приемлемо для Азербайджана, то оно заключается в восстановлении территориальной целостности Азербайджана, признанной всем миром, возврат беженцев и вынужденных переселенцев на свои исконные земли, в том числе и в Нагорный Карабах. Это соответствует Резолюциям Совета Безопасности ООН и Хельсинскому заключительному акту. Должен сказать, что военная агрессия Армении против Азербайджана продолжается сегодня. Вчера армянским снайпером был убит мирный житель, житель казахского района, находящегося вдали от зоны конфликта на границе Армении с Азербайджаном. Также, должен сказать, что во время военной провокации в апреле 2016 года шесть мирных жителей Азербайджана, включая ребенка, девочку, были убиты. Также хотел бы коснуться вызывающего удивление заявления премьер-министра Армении. Удивление не только в Азербайджане, но и соответствующая реакция была дана и со стороны Российской Федерации в рамках Валдайского форума. Так вот, заявление почти дословно – «Карабах – часть Армении и точка». Ну, во-первых, это, мягко говоря, ложь. Карабах всем миром равнинный, наборный, признан как неотъемлемая часть Азербайджана. Армения сама не признает. Карабах – это незаконное образование. Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах – это Азербайджан. И восклицательный знак. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова